Человек, живущий за чужой счет – жулик. Человек, очень хорошо живущий за чужой счет – банкир. Только новая инициатива Центробанка может ограничить возможности жизни за чужой счет, особенно тем, кто повторно довел до банкротства кредитную организацию. Регулятор хочет сделать запрет пожизненным, не утверждая некоторых бывших банкиров на должности топ-менеджеров кредитных организаций. Центробанк также хочет, чтобы ревизоры в ходе проверок проявляли особое внимание к банкам, которые принимают на работу проштрафившихся банкиров на должности, не требующие согласования, например, вице-президента. Центробанк обещает применять свои черные списки банкиров, которые сейчас находятся в закрытом доступе, а также свое мотивированное суждение при согласовании на должности. Жаль, регулятор не публикует эти черные списки, а то был бы еще один хороший источник о репутации банкиров. В 2015 году уровень мошенничества в страховании увеличился еще на треть по сравнению с первым полугодием прошлого года. Как утверждают специалисты одной из страховых компаний, эта информация отражена не в полной мере, поскольку статистика была составлена по случаям, которые удалось выявить. Только в одной страховой фирме за текущий год было выявлено три случая попыток получить компенсацию по поддельным документам в общем размере свыше трех миллионов рублей. По причине роста мошенничества в страховании участники страхового рынка негативно реагируют на упрощение процедуры урегулирования убытков по ОСАГО для автомобилистов. Жаль, страховщики на бревно в своем глазу никогда внимания не обращают. Поток туристов из России в Испанию за первое полугодие 2015 года сократился более чем на треть. Всего с января по июнь текущего года Испания приняла 29 миллионов туристов, что на 4,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом среди основных для страны рынков Россия продемонстрировала наибольший спад минус 35,7%. Это стало следствием ослабления рубля и общей нестабильности ситуации в экономике. Кстати, вчера Черногория к санкциям присоединилась. Чувствую, и у них спад начнется. Российский фондовый рынок открылся слабо выраженным снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1622 пункта. Аутсайдеры – группа Пик, Новотек, ГМК Норильский Никель, МВидео, Яндекс и Газпром. Среди лидеров роста – Сургутнефтегаз, АФК Система, Распадская, Акрон и МТС. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день в небольшом плюсе. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. На сегодня это все. Удачи в делах.